Всем привет! Меня зовут Евгений Некрасов и я программист-исследователь Mail.ru Group. Сегодня я расскажу о решении соревнования DSTL Satellite Imagery Feature Detection. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто слышал об этом соревновании. Отлично, я рад, что здесь присутствует подготовленная аудитория. А есть ли здесь те, кто участвовал? Поднимите, пожалуйста, руки. Что-то не видно. Окей. Ладно, давайте я сначала расскажу немного о том, что это было за соревнование. Оно проходило на платформе Kaggle и было посвящено сегментации спутниковых изображений. Его организовала британская военная лаборатория и в этом соревновании я занял седьмое место из 419 команд. Как мне это удалось, сегодня я вам об этом расскажу. План моего выступления такой. Сначала я расскажу о том, что из себя представляла задача и какие были предоставлены данные. А затем я непосредственно перейду к разбору решения. Давайте начнем. Нам были предоставлены следующие данные организаторами. Во-первых, это 25 изображений в тестовом наборе. К ним была предоставлена разметка в векторном формате на выбор либо VKT, либо GeoJSON. Тестовый сет состоял из 425 изображений и формат сабмишинок, который требовали организаторы, был VKT. Что же это были за изображения? Они представляли фрагменты поверхности Земли 1 на 1 километр. И все были отсняты в одном и том же регионе Земли. Причем каждый этот фрагмент был представлен четырьмя файлами в формате TIFF. Почему четырьмя? Потому что они были сняты с различных сенсоров спутника Worldview 3. Давайте посмотрим, как же выглядели эти изображения. Что же это за четыре таких TIFF файла? Первый это RGB изображение с пространственным разрешением 31 сантиметр на пиксель. Это обычное RGB изображение, которое мы все привыкли видеть. Единственное отличие это динамический диапазон. Здесь он составлял 11 бит на пиксель. Далее панхроматическое изображение. Это по сути просто изображение с черно-белой камеры, с таким же пространственным разрешением. Далее следовали уже более интересные изображения. Это восьмиканальное мультиспектральное изображение и изображение с детектора SWIR. Они уже имели более низкое пространственное разрешение. Здесь на спектре показано, что же эти детекторы на самом деле снимали. Мультиспектральный сенсор покрывал весь видимый диапазон и часть инфракрасного диапазона. А детектор SWIR покрывал уже более дальние области инфракрасного спектра. Давайте перейдем к разметке. Значит, сегментировать нужно было 10 классов объектов. Это здания, это мискмен-мейд-страктус, преимущественно это были всевозможные заборчики. Затем это дороги. Здесь подразумеваются нормальные асфальтовые дороги. Трекс – это грунтовые дороги. Далее шли у нас деревья. Кропс – это поля и всевозможные посевы. Далее следовали два типа воды. Это реки и небольшие прутики. И два типа техники – это грузовики и автомобили. Здесь на гистограмме приведено распределение площадей этих классов. И мы видим то, что оно довольно неравномерное. В частности, у нас очень много полей и очень мало техники, машин и грузовиков. Метрика качества в этом соревновании была Джаккард. То есть это пересечение площадей делить на их объединение. Джаккард считали для каждого класса, далее усредняли, и это была финальная метрика соревнования. Посмотрите вот на этот слайд. Здесь приведен пример изображения из тренировочного сета. Это RGB изображение. Вот так вот оно выглядело. А теперь давайте посмотрим на его сегментацию. Вот здесь представлена сегментация этого изображения. Что мы здесь видим? Красным отмечены домики. Здесь у нас есть серая дорога, река, озеро. Светло-зеленым отмечены посевы. Темно-зеленым деревья. Оранжевым мы здесь можем видеть заборчики. И на самом деле, если приглядеться, вон там, в верхнем углу, мы можем увидеть маленькие розовые точки. Это автомобили и грузовики. То есть они реально крохотные в таком масштабе. Что же, мы рассмотрели, что из себя представляли у нас данные и какая перед нами стояла задача. Давайте теперь переходить к решению. Первое, что нам нужно сделать, это привести данные к виду, в котором мы можем их использовать для построения модели. Я при процессинг делал следующим образом. Все четыре изображения я масштабировал к размеру изображения RGB и стекал в единое 20-канальное изображение. Для нормировки я использовал максимум динамического диапазона. То есть для 11-битного изображения я делил яркость пикселей на 2 в 11 минус 1. Векторную разметку я просто проецировал в бинарные маски и получал 10-канальное изображение, которое по размеру соответствовало 20-канальному графическому изображению. Для моделирования я использовал искусственные нейронные сети со входом 160 на 160 пикселей. И обучал я их на так называемых вращательных кропах. То есть вот эти вот фрагменты 160 на 160 пикселей я из изображения вырезал не просто с произвольными смещениями, но и с поворотом на произвольный угол. Также что я еще использовал? Во-первых, архитектура всех моих сетей была у NetLike. Далее я расскажу, что это такое. В качестве функции потерь я использовал бинарную кросс-энтропию. И для оптимизации нейронных сетей я использовал Adam. Нейронных сетей у меня было две штуки. Первая нейронная сеть, здесь она называется 2С, была заточена на сегментацию двух классов. Это грузовики и автомобили. А вторая нейронная сеть была заточена на все остальные классы. Причем классы Waterway и Standing Water я объединил в один класс. Почему я это сделал? Дело в том, что для того, чтобы эти классы различать, нужно видеть очень большое поле зрения, потому что реки и озера различаются именно по своему виду и форме. А нейронная сеть видит очень маленький участок, всего лишь 160 на 160 пикселей. И в принципе в таком масштабе невозможно различать тип воды. Почему я использовал именно две нейронные сети? Дело в том, что грузовики и автомобили это очень редкий класс. И если их учить вместе с остальными классами, то нейронная сеть просто не сможет их адекватно выучить. Здесь на слайде представлена архитектура нейросетей, которые я использовал. Во-первых, давайте я расскажу, что такое UNED. UNED по своей структуре очень похож на автоэнкодер, но есть одно отличие. У него есть соединения соответствующих по размеру частей энкодера и декодера. Они на слайде отмечены черными стрелочками. Вот вы можете видеть. Что это нам дает? Автоэнкодерная часть формирует высокоуровневое представление об изображении. А вот эти соединения позволяют сети эффективно сегментировать мелкие детали. Две мои нейронные сети 7C и 2C были практически идентичны по структуре. И эта структура на слайде и показана во всех подробностях. Единственное их различие – это последний слой. То есть сеть 7C имелась на выходе 7 каналов, а сеть 2C – 2 канала. А теперь давайте поговорим о том, как вообще вот такую сеть тренировать. Она довольно большая, много параметров, а изображений у нас в тренировочном сете всего лишь 25 штук. И если мы будем тренировать такую сеть с нуля, ну понятно, что это может быть не очень эффективно, потому что данных, вообще говоря, довольно мало. Когда данных мало, люди часто используют претренированные модели. Но использовать веса из таких моделей в данном случае не очень хорошая идея, потому что обычно они тренированы на таких датасетах типа ImageNet, а мордочки котиков и собачек, они не очень адекватны спутниковым изображениям. Я использовал несколько гибридный подход, и сейчас об этом расскажу. Я построил автоэнкодер, который по структуре соответствует сети 7C, и обучал его не только на тренировочных изображениях, но также и на тестовых изображениях. Это позволило мне увеличить количество картинок почти в 20 раз и сформировать адекватное представление о том, что вообще представляют у себя спутниковые изображения. Далее я в 7C, в сеть 7C переносил веса энкодера из моего тренированного автоэнкодера, затем фиксировал веса энкодера и обучал далее сеть на вращательных кропах. Я использовал, сейчас скажу, 400 тысяч вращательных кропов на этом этапе. Далее я отпускал веса энкодера и дообучал сеть еще на 600 тысячах вращательных кропов. Для сети 2C я использовал тоже несколько необычную стратегию, поскольку классы автомобилей и грузовиков они очень редкие, я сначала сеть обучал на 200 тысячах вращательных кропов с таким сэмплированием, чтобы автомобиль или грузовик присутствовал в этом кропе с вероятностью 50%. Это нужно было для того, чтобы сеть эффективно выучила представление о том, что вообще из себя представляет автомобиль или грузовик. А далее сеть я еще дообучал на 700 тысячах вращательных кропов, чтобы сеть уже сформировала адекватное представление о целом датасете. Теперь поговорим о стратегии, которую я использовал для предсказания. Делал это следующим образом. Проходил изображение скользящим окном. По возможности я старался использовать для предсказания только центральную часть кропа, потому что понятно, что на краях качество предсказания скорее всего несколько ниже. После того, как я первый раз прошел так фотографию, я ее поворачивал на 90 градусов, проходил в следующий раз и так 4 раза, после чего я усреднял предсказания и таким образом получал итоговые предсказания вероятностей. Но на самом деле нам-то нужны именно не вероятности О, а бинарные маски. Самый простой способ, который можно использовать для получения бинарных масок, это провести дискретизацию по порогу 0.5. Но я использовал несколько более продвинутый метод. Он заключался в следующем. Я выполнил предсказания на тренировочном дата-сете, после чего я оптимизировал jacquard по порогу дискретизации. И мы видим, что часто он получался достаточно отличным от 0.5. Вопрос, который у вас здесь может возникнуть, а не будет ли здесь переобучение? Дело в том, что сети я учил на вращательных кропах, и те кропы, которые подаются в сеть при предсказании, сеть, скорее всего, их не видела. Поэтому это более-менее адекватный подход. Также в своей полной модели я использовал модель предсказания воды Владимира Осина, которую он сделал и выложил в открытый доступ на форуме соревнования. Модель эта очень простая. И основана она на канопе хлорофилл контент индекс. Он считался просто комбинацией интенсивности некоторых каналов и потом позволял по порогу эффективно определять воду. Почему я добавил эту модель в свою? Дело в том, что в тренировочном сете очень мало воды. И нейронная сеть на самом деле не всегда адекватно ее предсказывала. То есть были просто пропуски. А в комбинации предсказаний вот этой вот модели и моей нейросетевой модели я получал достаточно качественную сегментацию воды. Следующий этап, который нужно было сделать, это разделить непосредственно воду на классы WaterWay и StandingWater. Примеров на 25 изображений, мягко говоря, вообще недостаточно, чтобы что-то учить и как-то разделять эти классы воды с помощью машинного обучения. Поэтому я использовал классические методы компьютерного зрения. Для каждой вот такой вот области воды я считал некоторые параметры, которые должны быть эффективны в разделении вот этих двух типов воды – рек и небольших прудиков. Это, во-первых, площадь, во-вторых, эллиптичность. То есть реки, они вытянутые, а прудики, они довольно-таки округлые. И следующее, что я использовал, это факт касания края фотографии, потому что реки обычно много длиннее одного километра и гарантированно пересекают область фотографии, а прудики, они с небольшой вероятностью попадут именно на край фотографии. Далее я из этих параметров делал некую линейную комбинацию и просто по порогу разделял классы воды. И давайте теперь посмотрим на слайд. Здесь также приведено RGB изображение, но на этот раз уже из тестового набора. Вот так вот оно выглядело. И давайте посмотрим, как эта модель его сегментировала. Вот, что же мы здесь видим? Ну, все довольно красиво. Мы видим здесь у нас дорога. На дороге мы видим грузовики и автомобили. Мы видим здесь поле, деревья, грунтовые дороги, здания, заборчики. Конечно, здесь есть некоторые огрехи. Например, заборчики кое-где прерываются, как и грунтовые дороги. Если, конечно, присмотреться, можно увидеть то, что края зданий, скажем, угловатые, они несколько скругленные. Но, тем не менее, мы видим то, что качество здесь довольно высокое и выглядит это красиво. Что ж, давайте подведем итог. Вот это относительно простое решение, которое я сейчас рассказал, выдает скор на паблике у нас около 0.51 и направите около 0.43, и это седьмое место в соревновании. За счет чего же удалось добиться таких хороших результатов? Во-первых, это архитектура унет. Сейчас это state of art для сегментации изображений. Во-вторых, это различные техники, которые позволяли эффективно работать в условиях малого количества тренировочных данных. Это обучение на вращательных кропах, это использование тестовых изображений для обучения нейронных сетей, и также это использование классических методов компьютерного зрения для разделения классов воды. Спасибо за внимание. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Итак, у кого есть вопросы, коллеги? Вижу, вижу. Здравствуйте. Хотелось бы поспрашивать по поводу автоэнкодера, который вы использовали. То есть вы использовали обычные автоэнкодеры, а не авариационные, так? Сейчас, извините, плохо слышно. А автоэнкодеры вы использовали обычные или вариационные? Обычный автоэнкодер я использую. Окей. И как вы поняли, что, если вы туда же еще и тест засунули, как вы поняли, что он не переобучается? Потому что автоэнкодер все-таки может переобучиться, если мы там слишком большое латентное пространство сделаем, он начнет генерировать изображение, очень похожее на наше. Но не факт, что эти дескрипторы полученные будут очень хороши для классификации. Тестовые изображения нам, собственно, и нужно предсказывать, поэтому это на самом деле было бы даже хорошо. Не факт. То есть если автоэнкодер очень здорово умеет именно дескрипторы делать, которые описывают просто, что находится на изображении, то это будет лучше, чем переученный. Ну, мне так кажется. Он будет переученный, если мы будем предсказывать еще на каком-то другом валидационном сете. Но если мы будем обучать сеть еще и на этом валидационном сете, ну, если будет поставлена такая задача, то модель будет работать точно так же. Окей. Можно в куларах потом дальше обсудить. Хорошо. Да, конечно, такая возможность будет. Еще вопрос вижу. Очень интересный доклад. Хотел спросить. Вот видно было, что между private и public score там большой разрыв. Вот вы пробовали анализировать, в чем дело там? Да, я, безусловно, анализировал, в чем дело. На самом деле большинство изображений в тесте, они были без разметки. И реально private leaderboard считался всего лишь по 26 фотографиям. А, скажем так, изображения там довольно сильно варьируют. И скорость ехали у всех участников. Это просто вот особенность набора данных. Они просто различались. Мне вот еще вопрос в голову пришел. Ну, а каковы были размеры исходных изображений? Какие кропы вы использовали? Кропы я использовал 160 на 160 пикселей. Исходные изображения немного варьировали между собой по размерам. Были примерно 3300 на 3300 пикселей. Вот интересно, как вы пришли к кропам 160 пикселей? Ну, это было вызвано техническими ограничениями. Можно было бы использовать и больше, но моя видеокарта больше не тянула. А больше не лезла в бач по памяти? Ну, да, да. Окей. Еще вопросы? Вижу. Коллеги, представляйтесь, пожалуйста. Анатолий. Скажите, пожалуйста, какие-то еще вот при процессинге вы использовали? Дело в том, что по нашему опыту там некоторые при процессинге на спутниковых изображениях очень помогают. Например, вот топ-то, так называемое, top of atmosphere преобразование, оно дает прям несколько процентов улучшения резко, потому что, собственно, те преобразования, они более соответствуют интуитивным. Ну, то есть, когда люди размечают эти картинки, они, собственно, вот используют нечто подобное. То есть, оно основано тоже, ну, там, берется несколько спектральных этих, ну, спектральных полос и каким-то образом там складывается, умножается, делится и получается вот уже гораздо более нормализованная картинка. Да, спасибо за вопрос. Дело в том, что эти изображения выглядели так, словно их уже каким-то образом провели через препроцессинг. Более того, вот там в архитектуре сети было видно, я, правда, не сказал, я использовал бач-нормализацию. То есть, это автоматическая нормализация, которая учится в процессе обучения. Поэтому, ну, это не имело большого смысла, наверное, в данном случае. Спасибо. Еще вопросы? Вижу. Здрасте. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос, наверное, больше ликвезный. Вращательные кропы – это что такое? Потому что следующий вопрос именно про это. Вращательные кропы – это, условно, квадратики изображения 160 на 160 пикселей, которые я вырезал еще, используя поворот изображения. То есть, технически, ну, если сказать, как это было, я сначала изображение поворотил. Потом вырезал из него квадратик. А это не было переобучением? В смысле, не влияло ли это на то, что фактически это какое-то линейное преобразование над фичами, которые… Ну, переобучение, короче. Нет, конечно, здесь не может быть никакого переобучения. Это стандартная техника, которая называется аугментация данных. Это преобразование здесь можно делать, ну, потому что понятно то, что спутниковое изображение – это вид сверху, и оно условно, ну, в некотором смысле, инвариантно относительно поворота. То есть, суть изображения не меняется, если мы его повернем на произвольный угол. Это также спутниковое изображение, полностью валидное. Окей, спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вот вы сказали, что State of the Art использовали архитектуру UNED. А вот пару месяцев назад вышла статья про Mask Fast R-CNN. Да, и вот мне интересно, вы использовали ее как-нибудь или другие участники соревнования пользовались? Да, спасибо за вопрос. Но, как вы сказали, вышло пару месяцев назад, и конкурс тоже закончился пару месяцев назад, поэтому не использовал. Еще вижу вопрос. Добрый вечер, спасибо за доклад. Меня зовут Антон, и у меня вопрос простой. А какая модель оказалась выигрышной? Ну, по сути, тут одна модель. Я, по сути, не использовал никаких ансамблей. Простите, давайте я уточню. Я имею в виду, какая модель заняла первое место на соревновании. А, какая заняла первое место? Ну, ее сделал исследователь из Малайзии, и там были использованы довольно сложные ансамбли. В Kaggle-блоге вы можете об этом прочитать. Там подробно все это разрисовано, расписано. Ансамбли нейронных сетей, если очень кратко. Еще был вопрос? Да, у меня есть привет. Я Артур Кадурин из Insilica Medicine, друг, ты не знаешь? Да, знаю. У меня такой вопрос. А, во-первых, очень крутая картинка, вот твой именно результат. Можно чуть поближе микрофон, а то не слышно. Я попробую. Который твой результат с разметкой выглядел очень круто. Да. Скажи, пожалуйста, ты использовал обычные CV-шные методы для выделения воды. Ты не подавал это в качестве еще одного просто слоя на вход нейронки? Ну, не слоя, а в смысле еще одного фильтра? Нет, не подавал. Просто кажется, это логично. Вот это та же самая аугментация, ручными методами добавили там новых фичей. Ну, возможно, но дело в том, что соревнование было относительно недолгим по времени. Я вошел в него примерно на середине, поэтому вот что успел сделать, то сделал. Да, еще вопросы вижу. Еще один вопросик. Скажите, пожалуйста, все-таки про размер вот этих кропов. Я понял про технические ограничения, но, значит, получается, сколько вы сказали, 160? 160 на 160. Ну, то есть это порядка, если при минимальном разрешении, это порядка 50 метров, да? Ну, давайте посчитаем. Ну, примерно, допустим. Просто вопрос в следующем. Вопрос в следующем. Все-таки, наверное, размер кропов, он должен как-то быть связан с структурой изображения. То есть если там вот, ну, там реально 30 сантиметров, это гигантское разрешение, то есть такого просто вот не бывает. Ну, стандарт лансат дает 30 метров. Вот, то есть это получается, наверное, чем больше разрешение, ну, условно, вот, если бы в зависимости от структуры фич, каким-то образом нужно выбирать и размер кропа, чтобы эти фичи как-то разумно отображались в этом кропе. Ну, как бы, чтобы это не попало там вообще там, ну, как минимум границы между фичами, между разными зонами. Да, спасибо за вопрос. Значит, действительно, использовать более крупные кропы было бы хорошо на самом деле. Я даже думал об этом. Правда, использовать несколько другую технику. Можно, например, изображение уменьшить в два раза и с тем же самым входом 160 на 160 пикселей уже иметь, ну, покрывать площадь в четыре раза больше. Стыков на данных фотографиях не было, поэтому здесь, ну, такого смысла не было. Вот. Ну, да, конечно, надо подбирать размер сети в соответствии с размером тех объектов, которые мы хотим сегментировать. Ну, и 160 на 160 пикселей был вполне адекватным размером. Я, конечно, думал использовать нейронную сеть с более маленьким входом. Это позволило бы быстрее учиться, но я так посмотрел глазами и решил, что, скажем так, 160 на 160 было бы оптимальным размером. И давайте последний вопрос. Да, спасибо за доклад. А можно слайд, где был алгоритм обучения? У меня там конкретный вопрос. Да, давайте сейчас. Если получится. Тогда вот вперед. Да, вот вопрос. Почему вы фиксируете веса энкодера и это хорошо работает? Я просто не до конца понимаю. Можете раскрыть? Вот почему сначала фиксируете, потом уже энкодер дообучаете, когда обучили энкодер. Сейчас поясню. Тут на самом деле все очень просто. Веса, которые я перенес из автоэнкодера в энкодерную часть сети 7C, они уже обучены и настроены. Остальные веса, они рандомные. И если начать обучение в этот момент, вся вот эта энкодерная часть будет полностью разрушена. Поэтому их необходимо зафиксировать, чтобы остальные веса сети подстроились под этот энкодер. И только после этого уже можно их отпускать и обучать нейронную сеть. Да, я понял. То есть получается вы со внутреннего слоя от него отталкиваетесь, обучаете декодер, после этого переучиваете все. И это работает лучше, да? Да, безусловно. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Евгений, пришел момент истины, чтобы наградить автор лучшего вопроса такой вот замечательной зарядочкой Mail.ru. Универсальной для телефона. Ты думаешь, кто это будет? Ну вот мужчина задавал очень интересные вопросы. Продолжение следует... Представьтесь, пожалуйста, чтобы мы тоже за вас порадовались. Спасибо большое. Анатолий Филин, компания Громант. Я, кстати, здесь тоже выступал пару раз. Спасибо. После пару митапов. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...